Всем привет! С вами Анастасия Кадетова и давайте обсудим, что случилось к этому часу. Еще одного заместителя Шойгу арестовали за коррупцию. Глава Института военных разработок пытался поджечь себя на Красной площади. Кадыров призвал полностью заблокировать в России YouTube, а Эльвира Набиулина предсказала новый рост цен. Еще одного бывшего замминистра обороны арестовали за коррупцию. Это генерал Дмитрий Булгаков. Он работал в министерстве с 2008 по 22 годы и отвечал за материально-техническое обеспечение армии. А пару лет назад его перевели в управление генеральных инспекторов Минобороны. То есть он как раз должен был предотвращать коррупцию. Пишут, что Булгаков получал откаты от Грязинского пищевого комбината за поставку сухих пайков по завышенной цене. При этом качество сухих пайков наоборот занижали. Например, вместо говядины туда добавляли дешевую курицу. Фигурантами по делу проходят еще три человека. Это бывшие топ-менеджеры комбината, которых задержали еще в апреле. Кто-то из них и дал показания против Булгакова. Не исключено, что в дело попадут и дочки генерала. Они обе были учредительницами компаний, которые поставляли еду в армию. Например, фирма Марины Мешковой, Содружество ветеранов, заработала на таких закупках 200 миллионов рублей. Массовые чистки в Минобороны начались в апреле этого года. Тогда бывшего зама Шойгу Тимура Иванова арестовали за мошенничество. После этого в уголовные дела попали еще семеро высокопоставленных военных. Сегодня на Красной площади мужчина попытался совершить самосожжение. Он облил себя горючей жидкостью и поджог. Рядом были полицейские, они сразу повалили его на землю и потушили. Так что мужчина получил только легкие ожоги. СМИ узнали в нем Владимира Арсеньева, главу научного института «Волна», который занимается военными разработками. В прошлом году Арсеньева обвинили в том, что он умышленно срывал поставки для войны в Украине. Правда, проверка никаких нарушений не выявила. После этого Арсеньев пожаловался в Следственный комитет, что его предприятия насильно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ. Так что попытка сжечь себя могла быть способом привлечь внимание к проблемам института. Новый министр обороны в это время осматривал учебный полигон Ленинградской области. Вот военный с указкой в руках показывает Белоусову, как танки разъезжают по площадке. Белоусов кивает. А еще перед ним разложили в рядок несколько моделей беспилотников. На фронт, где идут реальные бои, министр обороны предпочитает не ездить, как и его предшественник. Другой вояка Рамзан Кадыров сегодня включился в борьбу с Ютубом. Он заявил, что мало замедлять в России сервис, нужно вообще его заблокировать. Оно надо было закрыть Ютуб и заблокировать. Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, интересы Чеченской Республики, интересы человека, свободы слова, они сразу блокируют. Кадыров привел в пример Китай, где давно запретили иностранные соцсети, так что жители вынуждены пользоваться локальными. Так Кадыров предлагает развивать и российские сервисы. А Центробанк сегодня повысил ключевую ставку сразу на 2% пункта с 16 до 18%. Все, чтобы сдержать инфляцию. По словам Набиулиной, ее разгоняют высокий потребительский спрос. Предприятия не справляются с ним из-за нехватки работников. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. И весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. Буквально две недели назад на совещании правительства Путин хвастался рекордно низкой безработицей в России. И вот, что говорит Набиулина. Нехватка рабочих рук уже ударила по экономике. В стране наблюдается дефицит кадров и не хватает электриков. Об этом рассказал гендиректор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов. Проблема самая главная сегодня, которая, наверное, по всей стране, не только у нас, дана вообще во всей стройке сегодня. Это кадровая проблема. В частности, вот в этом году четко выражена электрика. Электрику, которой могут выполнять работы, их просто не хватит. Ситуация с дефицитом кадров вполне логичная. Ведь сотни тысяч мужчин отправили на войну. Верните их обратно, и будут вам и электрики, и монтажники, инженеры, и кто угодно. Но нет. Суханов нашел другой выход из ситуации и предложил женщинам больше рожать. Надо, в первую очередь, научиться больше детей создавать в семье. У нас просто, понимаете, кадровый дефицит, это связано, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю. Надо три. Дмитрия Пескова проблема рождаемости тоже беспокоит. Он назвал ее катастрофической. Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. И справиться это можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне. 1,4. Это катастрофически для будущего нации. Катастрофически мало. А кто же в этом всем виноват? Кто вместо того, чтобы создавать благоприятные условия для граждан, больше 20 лет обворовывал страну? Кто променял будущее нашей страны на дворцы, виллы и яхты? Кто отправляет россиян на смерть и лишает детей отцов? Ваш ведь, Дмитрий, непосредственный начальник, Владимир Путин. И вы ему в этом помогаете. Расскажите лучше о ваших коэффициентах жителям Белгородской области, которая больше двух лет страдает от обстрелов. Только сегодня дроны атаковали сразу пять населенных пунктов. Везде повреждены здания и автомобили. Хорошо, что в этот раз обошлось без пострадавших. Не успела в Париже начаться Олимпиада, как ее участников уже обокрали. У аргентинского футболиста Тьяго Альмады в раздевалке перед игрой украли часы и кольца стоимостью около 50 тысяч евро. А у футбольного тренера Зико из Бразилии в такси из аэропорта похитили портфель с бриллиантами, часы Rolex и наличку примерно на 500 тысяч евро. Ну, будем надеяться, что такие неприятные инциденты не помешают спортсменам и тренерам демонстрировать качественный уровень на соревнованиях. Напишите в комментариях, смотрите ли вы Олимпиаду, и будем на этом прощаться. Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на другие наши соцсети на случай блокировки Ютьюба. Поддерживайте нашу работу на Патреоне, ссылка указана в описании. Огромное спасибо тем, кто уже это делает, всем, чьи имена и ники сейчас пробежали по экрану. Я правда, абсолютно искренне не понимаю, что бы мы без вас делали. Всем пока и хороших вам выходных. Продолжение следует...